В Рюсселе завершил работу шестой саммит Восточного партнерства. По итогам принята совместная декларация, которая содержит в себе несколько важных пунктов. В частности, Европейский союз выражает поддержку добрососедским отношениям, мерам усиления доверия региональному сотрудничеству и укреплению транспортных связей в регионе Восточного партнерства. Подведем свои итоги этому важному политическому событию. В эфире телеканала CBC общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Я ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте. Со мной в студии Сахилий Скиндаров, политолог. Сахилий Малин, добрый вечер. Добро пожаловать к нам в эфир. Спасибо за приглашение. Вам спасибо. И на прямой связи со студией у нас Севенч Фаталиева, депутат Азербайджанского парламента, а также Ари Гуд, израильский эксперт в области международных отношений. Добрый вечер, уважаемые эксперты. Добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Добрый вечер. С позволения наших уважаемых джентльменов, я первый вопрос адресую Севенч Ханум вам. Давайте подведем итоги этого важного политического события с глобальной точки зрения. Об успехах азербайджанской дипломатии мы, конечно же, еще поговорим. Но в частности, важный момент, который был затронут, это усиление отношений между Европейским Союзом и странами Восточного партнерства, в том числе и с Азербайджаном. Второй важный пункт, это усиление интеграционных связей между самими странами Восточного партнерства. Какие глобальные итоги мы уже можем подвести, Севенч Ханум? Действительно, встреча проходила, мероприятие само можно характеризовать для Азербайджана как, не побоюсь этого слова, триумфальным, поскольку в очередной раз Азербайджан, участвуя на саммите Восточного партнерства и обсуждая взаимовыгодное сотрудничество, выступал как равноправный партнер. Мы определили эту форму сотрудничества уже много лет назад и президент Ильхам Алиев не раз об этом говорил, о том, что мы готовы к сотрудничеству, будь то в рамках Восточного партнерства, будь то это двусторонние отношения или какие бы другие связи, только на условиях взаимовыгодных и равного сотрудничества. Здесь, безусловно, затрагивались вопросы о стратегическом партнерстве, поскольку и в своем выступлении господин президент говорил о том, что с девятью странами Европейского союза нас связывает стратегическое партнерство, вопросы поставок газа обсуждались, и все это говорит о том, что сегодня Азербайджан является выгодным партнером не только в политической плоскости, поскольку политическую плоскость мы уже оставили позади, мы уже доказали свою приверженность с определенным ценностям, определенным нормам, как и международному праву, так и своим отношением к событиям, к процессам, которые происходят сегодня в мире. И наша политическая воля ни в коей мере не обуславливается влиянием определенных сил определенных стран, а исключительно на интересах азербайджанского народа в первую очередь, на интересах наших партнеров, ну и безусловно интересах Азербайджана. Также здесь необходимо говорить о позиции Европейского союза, поскольку именно в рамках саммита, это, здесь мы говорим и о трехсторонней встрече, которая была инициирована президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем с участием президента Азербайджана, премьер-министром Армении и последующее заявление президента Европейского союза. В первую очередь, это признание не только территориальной целостности Азербайджана, но в первую очередь подтверждение факта, так скажем, пустословия, пустых мифических надежд официального Еревана на протяжении многих лет, которые были озвучивались как и внутри Армении, так и всему мировому сообществу. И я думаю, что сегодня однозначно и очевидно высказана позиция Европейского союза о том, что конфликт остался в прошлом и сегодня наступило время для установления мира между странами, мира в этом регионе. Безусловно, это большой удар по политике официального Еревана, по политике националистов, которые сейчас пытаются озвучить какие-то реваншистские идеи. Но сегодня Европейский союз однозначно заявляет о том, что одержавший победу президент Ильхам Алиев сегодня является сторонником и гарантом мира в этом регионе. И, безусловно, официально Баку, когда выражает инициативу о необходимости мирного договора, и Европейский союз поддерживает это, это в первую очередь говорит о том, что Европейский союз сегодня полностью осведомлен о процессах, которые происходят сейчас. И намерен, это говорится и в заявлении президента Совета Европейского союза о том, что о намерениях участвовать в процессе деблокировки, участвовать консультативно в процессе демаркации, делимитизации. И, безусловно, все это в первую очередь говорит о том весе, который Азербайджан имеет, как политически, так и дипломатически. И здесь необходимо отметить тот факт, что сегодня, безусловно, это еще раз является подтверждением того, что Азербайджан является надежным партнером для Европейского союза. И интерес Европейского союза в развитии этих отношений, интерес Европейского союза в инициативах Азербайджана как с энергетической, экономической точки зрения, так и в установлении мира и стабильности в этом регионе однозначно приветствуются и поддерживаются Европейским союзом. Совершенно верно. Я благодарю Вас, Семенчхан, за столь детальный анализ, в том числе и как ситуация изменилась среди стран Европейского союза в отношении конкретно нашей страны Азербайджана, принятия этой новой геополитической реальности. Уважаемая Ария, я хочу ваше мнение заслушать. В частности, сейчас уже мы видим, что Европейский союз пытается выбрать для себя новую роль, нового участника в урегулировании конфликтов, в развитии и налаживании связей в постконфликтный период. Ведь на этом саммите поднимались и вопросы глобального характера, точнее, как Европейский союз может принимать активное участие в тех или иных, в том числе и политических процессах. Мы знаем, что до этого Евросоюз больше концентрировался на экономических процессах, в том числе были разногласия и со странами-участницами, и с Азербайджаном, о вопросе вмешательства, не вмешательства в внутренние дела. А сейчас мы говорим именно о глобальной повестке. На ваш взгляд, чем это обусловлено и какой успех здесь может ждать Европейский союз и программу Восточное партнерство? Ну, как вы отметили правильно, на самом деле многие годы Европейский союз старался иметь посреднические усилия на Южном Кавказе. Но мы прекрасно понимаем, что здесь особую важную роль играет, конечно, Россия, и поэтому Россия другим акторам не предоставляет такую большую возможность. Но с другой стороны, мы сегодня видим, что на самом деле в Европейском союзе происходят определенные изменения. Если раньше в Европейском союзе были более-менее проармянские силы, сегодня мы видим, что в результате победоношной войны, в результате Второй Карабахской войны, благодаря храбрости и мужеству азербайджанских солдат и офицеров, и ситуация геополитики на Южном Кавказе, и в том числе Южный Кавказ является частью Европейского союза, восточного партнерства, в этой ситуации, конечно же, ситуация резко изменилась. Но мы прекрасно понимаем, да, есть международные отношения, есть фактор неоднозначности, иногда даже лицемерия со стороны некоторых стран в отношении и Азербайджана, и Грузии, и Молдовы. Не будем называть, что каждый из этих стран имеет свои сепаратические проблемы. Азербайджан эти проблемы имел в течение 27 лет. Сегодня этих проблем нет. Нету проблемы Нагорного Карабаха, нету статуса Нагорного Карабаха. И в этой ситуации Европейский союз в данном случае ищет себе достаточно настоящую инфраструктуру дальнейшего сотрудничества с Южным Кавказом. Да, и все это прекрасно знают, что Азербайджан является лидером геополитических и геоэкономических процессов на Южном Кавказе. Без Азербайджана Европейский союз не может действовать на Южном Кавказе. Азербайджан является очень важным энергетическим ресурсом для Европы. И это все тоже очень хорошо понимают. И очень радостно, что то, что сегодня представитель Европейского союза участвует в переговорах, видит реально, что Азербайджан не приехал что-то требовать, от кого-то требовать, потому что, несмотря на тяжелое наследие, которое армяне оставили на этих территориях, Азербайджан откровенно говорит о том, что мы сами, все будем делать сами, нам не нужна помощь. А мы прекрасно помним, что сразу же после войны Европейский союз выделил стране, которая занималась вандализмом на территории Азербайджана, выделили 3 миллиарда евро. Это говорит о многом. Это говорит о тогдашем, о тот период отношения к Азербайджану. Но с другой стороны, у Азербайджана есть президент, который прекрасно понимает все лабиринты Южного Кавказа, прекрасно развивается, прекрасно разбирается как специалист, что такое Европа и то, что представляет сегодня Европейский союз. Именно поэтому многие европейские лидеры, в том числе и Макрон, долгое время занимая про-армянскую позицию, вдруг решил стать миротворцем. И мы знаем, что была такая неожиданная встреча, в рамках которой состоялась встреча официальная, потом неофициальная, уже без галстуков. Все это говорит о том, что все прекрасно понимают, что Азербайджан является страной-победителем. Азербайджан – это страна, без которой ни один проект на Южном Кавказе не получится. Если завтра Армения захочет в каком-то проекте участвовать, без Азербайджана она этого сделать не сможет. Поэтому, если брать, конечно, с глобальной точки зрения, конечно же, Европейский союз – это большой и важный элемент в Европе. Но все прекрасно понимают, что Азербайджан является очень важным стратегическим партнером и в то же время, говоря словами Бжерлинского, очень важным стратегическим стержем. И на самом деле Азербайджан – это тот стратегический стержень, без которого Европа на территории Южного Кавказа действует не может. Потому что ни у Армении, ни у Грузии нет тех стратегических амбиций, нет тех стратегических целей, которые есть у Азербайджана. И это с этой точки зрения саммит можно считать успешным, саммит можно считать большим успехом азербайджанской дипломатии и президента Азербайджана, который приехал в Брюссель и поставил все точки над «и». Я откровенно сказал, хотите мира, давайте заниматься миром. Не будем возвращаться к войне. Давайте перевернем страницу войны и начнем мирно сотрудничать. Совершенно верно. И такие факты в мире есть. Да, Ария, и мы еще вернемся, конечно же, к этому вопросу. Вы абсолютно точно подметили все вопросы, повестки, которые обсуждались в рамках этого саммита, все эти встречи. Ведь действительно, если посмотреть в отдельности, те вопросы, которые поднимались, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинный национализм, о чем Азербайджан очень давно говорит. Это и устойчивое развитие, целеустойчивое развитие ООН, это и сохранение мира безопасности, энергетическая безопасность. Во всех этих вопросах присутствует Азербайджан и играет главенствующую роль. И поэтому Европейский Союз просто не может не учитывать интересы и позицию Азербайджана, говоря на равном. Саин Малин, я хочу ваше мнение, в частности, заслушать. Если можно, немножко про вот эту совместную декларацию, которая в конечном итоге была принята. Очень много важных пунктов и позиции Азербайджана, разумеется. Особенности, если вы разрешите, Анастасия чуть-чуть там шире рассматривает вопрос, там, в принципе, отвечу на этот вопрос. Вот, в принципе, там мои все наши визави там отметили то, что Азербайджан практически всегда, что предлагал вообще-то Европейскому Союзу в рамках взаимодействия восточного партнерства. Если вы помните, все время Азербайджан, в принципе, ассоциировал вот такой подход. Давайте, чтобы Евросоюз, Брюссель, ко всем участникам вот этого восточного партнерства, чтобы выражал и, в принципе, демонстрировал с правовой точки зрения не селективный подход, а стандартный подход. С правовой точки зрения. А с точки зрения геополитического, геоэкономического веса, да, вот уже должен, вот тут уже должен быть как бы там дифферсифицированный подход. Почему? Поскольку, поскольку Азербайджан по этому показателям является более весомым игроком, чем все остальные. А вот чем занимался Брюссель все эти годы? Я хорошо помню, я хорошо помню, заявление практически уже под уход, если помните, был такой комиссар Евросоюза по политике соседства и расширения, Штефан Фюле. Вы представьте, Штефан Фюле практически уже перед уходом, вот перед тем составом Еврокомиссии, он заявил, что да, мы допустили, так бы скажем, существенные ошибки в этой, в принципе, в политике соседства и расширений. Поскольку, поскольку, да, надо было проявить дифференцированный подход каждому участнику восточного партнерства. И после этого, что он имел в виду? Практически он тогда утвердил позицию Азербайджана. Но это было запоздалое, запоздалое, это, как бы сказать, признание. После этого еще один состав Еврокомиссии, к сожалению, опять же поступал именно таким же образом. Все действия были в таких же рамках. А вот сегодняшний... А что изменилось? Что повлияло? А вот сегодняшний, а изменилось вот что. Я почему просил у вас там дать и разрешить, мне там чуть шире ответить вопрос. А изменилось вот что. Вот этот успех вот этого Азербайджана и, в принципе, я бы сказал, всей Европы, то, чему мы стали свидетелем на этот раз на саммите восточного партнерства, это было, его основа была заложена в сочинской встрече, трехсторонней встрече. Да, да, да. Весь вопрос в том, что, честно говоря, я вам вот честно признаюсь, при честном народе, при всех, я, честно говоря, такого триумфа не ожидал. Я даже наоборот, более того, я думал, что в Брюсселе будут какие-то, опять же, там искать подвох и как бы каким-то образом умолить вот этот, не знаю, это достижение Азербайджана или что-то опять какие-то новые непонятные какие-то условия там ставит. Ну, хотя бы так, ну, меж строк. Вот когда я это увидел, я, честно говоря, я приятно был удивлен. Почему? Поскольку уже Евросоюз понял. И так Евросоюзу доставалось очень долго. Мы знаем, что прекрасно. Практически абсолютно большинство всех экспертов всегда утверждали, что, в принципе, в том числе и я согласен с этой точки зрения, что Евросоюз, хотя и состоялся как экономический гигант, а политический, он так и оставался карликом. Вот о чем идет речь. Да-да-да, это очень расхожее мнение. В каком моменте вы это имеете? Нет, в каком смысле. Да, вот Евросоюз, как экономический там этот союз, экономическое вот это единение, да, вот это мощное единение практически он состоялся. Вы имеете в виду политической точки зрения? А с политической точки зрения Евросоюз всегда был младшим партнером Соединенных Штатов Америки. И в принципе пока, и вот я думаю, что последнее событие, то, что происходит в нашем регионе, там на Южном Кавказе, тем более, кооперация, трехсторонняя кооперация Азербайджана, Турции и России, как раз-то вот эта кооперация подвигла вот этот Евросоюз, на этот раз выступит именно в таком ракурсе, поскольку Евросоюз понял, дальше уже некуда, понимаете, дальше уже крах конкретно. И вот в этом плане Евросоюз уже сегодня старается кооперироваться этой тройкой, о которой я говорю, на Южном Кавказе, чем Соединенные Штаты Америки или с Европой, вернее Арменией. И поскольку, 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 это конкретно подвигнет Евросоюз приобрести хоть какой-то политический весть. Почему? Потому что давайте вот признаемся, что сколько раз наш президент еще до этой Отечественной войны, да, в принципе, всегда что предлагал Евросоюзу, чтобы мы хотим, чтобы Евросоюз более деятельно участвовал в решении конфликта мирным путем. А Брюссель всегда как черт от ладана отрекался. Нет, ну это там мандат, этот выдан там Минской группе, поэтому, ну мы там постольку, поскольку там где-то поможем. А посмотрите, сегодня уже Евросоюз активизировался в этом вопросе. Почему? Потому что мандат Минской группы практически провалено. Соединенные Штаты Америки заняты более глобальными проблемами, как бы там сейчас практически не до Евросоюза, даже честно говоря. А вот тогда Евросоюз не хочет упускать эту возможность, чтобы присоединиться к этой тройке на Южном Кавказе, это Россия, Азербайджан, Турция, чтобы Евросоюз тоже имел какой-то свой голос. И в этом плане Евросоюз, кстати, есть очень умные головы, всегда они, ну их там немного, может даже много, но просто они боятся высказывать, что лучше кооперироваться в геополитических вопросах с Россией и с Турцией, и с вот с этим регионом, чем, допустим, всегда там ждать каких-то там окриков, скажем, из-за океана. И вот в этом плане мы вот приходим к тому моменту, о чем вы говорите. Декларации. Декларации, посмотрите. Вот все-таки, видите, опять же, говорит, это, да, ложка эта, говорит, дегта, говорит, бошка меда, да. Все-таки в декларации были кое-какие моменты, которые там как бы ставят подножку определенным странам за действием в восточном партнерстве. Хотя Азербайджан всегда выступал против этого. И, честно говоря, вообще-то восточное партнерство практически, оно как это, в своих рамках что там он подразумевает? Это, в первую очередь, там, сотрудничество там на плоскости, там, на площадке там человеческих прав и, в принципе, там экономических гуманитарных вопросов. Но когда эти моменты воспользуются, в принципе, там экономические гуманитарные оставляем на стороне, это в плане там соблюдать человеческих прав. Когда вот этот вопрос практически превращается в очень удобную политическую дубинку, в принципе, Азербайджан всегда в этих вопросах, всегда правило, демонстрировал свою, как бы, сам принципиальную позицию. И, в принципе, некоторые остальные страны. И весь вопрос в том, что я, честно говоря, ну, это уже там, как бы, скажем, внутреннее дело государства, я, честно говоря, не вижу, чтобы страны, которые, там, в принципе, Евросоюз, считают, что они в этом вопросе более продвинулись к Европе, там, ну, в рамках с восточного партнерства, они от этого очень сильно выиграли. Я думаю, что они, наоборот, очень многие проиграли. И, с другой стороны, Азербайджан, как, в принципе, там, выдвигают всегда, я опять же говорю, в правовом поле, что одинаковые взаимоотношения со всеми, отношения ко всем странам. И в этом плане, я думаю, что Азербайджан очень четко и очень справедливо свою принципиальную позицию, там, в принципе, там проявил. Опять же, Азербайджан, что дал понять и Брюссель, и всем остальным, скажем, там, международным игрокам, что Азербайджан, я очень извиняюсь за такое выражение, Азербайджан не предпочитает, там, принимать участие в мероприятиях, которые, я бы скажем, да, ну, еще бы мягче сказать, да, какого-то, напоминяя какого-то шабаша против кого-то. И вот поэтому Азербайджан... Азербайджан предпочитает не вмешиваться во внутренние дела... Нет, действительно, нет, в принципе, так и должно по международным правам. Поэтому Азербайджан, в принципе, там, конкретно, там, отметил свою, там, особую позицию, и, в принципе, в этой декларации была там... Да, конкретно, да, отношение Азербайджан, и, с другой стороны, принцип Азербайджан еще раз там дал понять, что мы сюда собрались, Азербайджан здесь участвует не ради того, чтобы там присоединиться к каким-то там антироссийским или антибелорусским, или к каким-то третьим странам, вот к каким-то декларациям. И, в принципе, я думаю, что это очень хорошо, это очень наглядный пример для всех остальных, для всех остальных стран, и, с другой стороны, и для самой же Европы, понимаете? Вопрос в том, что Азербайджан-то, или, как-то, есть такое понятие, да, говорят, со своим уставом, в чужой монастыр не лезет. Азербайджан и другие страны, вернее, восточного партнерства, они же не лезут со уставом там Евросоюзу. И причем, и причем, с учетом того, что мы прекрасно знаем, что задействованы в рамках восточного партнерства, это вовсе не означает, что завтра тебя примут, там, не знаю, в конечном кто, в конечном кто примут тебя в Евросоюз, ты станешь членом Евросоюза, в принципе, они сами от этого, в принципе, это конкретно, и каждый удобный момент, это они утверждают. Вот в этом плане я думаю, что Азербайджан подал очень хороший пример, и, с другой стороны, я думаю, что вот успех брюссельского саммита, его основы были заложены в сочинском встрече. Сергей Ильич Ханом, продолжая тему роли Азербайджана и нового направления развития программы «Восточное партнерство», в частности, речь идет и укрепление, поддержка регионального сотрудничества в регионе, укрепление связей транспорта. С точки зрения Азербайджана, мне кажется, тут необходимо отметить действительно важную роль Азербайджанской республики, как именно Азербайджан может посодействовать в развитии всех этих интеграционных процессов в рамках этой программы. Ну и, на ваш взгляд, какие новые перспективы открываются для Азербайджана в сотрудничестве с Европейским Союзом? Все эти новые перспективы, опять же, инициирует Азербайджан. Инициирует по той причине, что мы после 44-дневной войны, после победы, создали новые геополитические реалии. Об этом мы в последнее время постоянно говорим, об этом говорит в своих выступлениях господин президент, как и на двухсторонних встречах, так и на всех мероприятиях. И сегодня главной повесткой дня является создание именно новых геополитических реалий. И, исходя из этого, какие перспективы, какие плоды может дать новая реальность как Азербайджана, так и нашим партнерам. Безусловно, Европейский Союз не исключение, поскольку, как мы говорили ранее, нас связывают достаточно успешные экономические, энергетические проекты, торговые отношения со странами Европейского Союза. И сегодня, возможно, повторюсь, тот факт, что Европейский Союз однозначно признает, как и нашу победу в 44-дневной войне, признает территориальную целостность Азербайджана, поддерживает все мирные инициативы Азербайджана, что, в свою очередь, является, так скажем, подспорьем в установлении мира в регионе, все это закладывает фундамент успешным экономическим отношениям, успешным политическим отношениям, поскольку именно мир и стабильность в регионе залог, в первую очередь, политическо-дипломатического диалога в регионе, в свою очередь, политическо-дипломатического диалога, успешного диалога между странами-участниками Восточного партнерства, а также с Европейским Союзом. Сегодня для нас самое главное на повестке дня заключение мирного договора с Арменией, взаимное признание территориальной целостности и, безусловно, итоговая декларация, если мы опять же вернемся к ней, саммита Восточного партнерства, говорит о приверженности поддержки независимости стран. Суверенитета, территориальной целостности всех стран Восточного партнерства, расширения и поддержки сотрудничества в регионе Восточного партнерства. Здесь необходимо ответить тот факт, что сегодня гарантом, так скажем, успешности и перспектив, успешных перспектив взаимоотношений Европейского Союза с Азербайджаном является в первую очередь позиция руководства Азербайджана, позиция президента Ильхама Алиева. Мы, давайте вернемся несколько назад в прошлое, когда еще до решения карабахского вопроса, до войны, на ряде мероприятий международных участвовали президент Азербайджан Ильхам Алиев, участвовал премьер-министр Армении Пашинян. И вернемся к их выступлениям, к их риторике, как на этих мероприятиях, так и внутри стран. Если в свою очередь Пашинян всегда придерживался достаточно жесткой, нереальной, так скажем, мифической риторики, то на фоне всего этого контраст именно речей президента Ильхама Алиева о перспективах, о, в первую очередь, защите национальных интересов, защите территорий своей страны и о открытости для сотрудничества с нашими партнерами, все это, безусловно, этот контраст сегодня находит свое отражение уже в реальности. То есть, если это в свое время, безусловно, сказывалось и на двухсторонних отношениях, то те мифы, которые создавала Армения и придерживалась этих мифов на протяжении долгих лет, сегодня все эти мифы лопнули, как мыльный пузырь. И сегодня, опять же, правота Азербайджана, как и в правовой плоскости, как и в политической плоскости, так и в военной и дипломатической плоскости, безусловно, говорит о том, что Азербайджан продолжает оставаться интересным партнером. Азербайджан становится еще более привлекательным для инвестиций, поскольку сегодня мы говорим о возрождении, о Карабахе, о работах по созиданию совершенно, так скажем, новой атмосферы в Карабахе. И сегодня привлекаются все больше и больше наших зарубежных партнеров к этим созидательным работам, по восстановлению Карабаха. Здесь, безусловно, в первую очередь стоит наш интерес, поскольку мы стремимся к тому, чтобы полностью возродить этот регион, который был уничтожен как из культурной точки зрения, так и с точки зрения инфраструктуры со стороны армянских захватчиков. Это тоже своего рода определенную роль сыграло для того, чтобы мир узнал о тех бесчинствах, о тех зверствах, которые армянская сторона учиняла на захваченных территориях. И сегодня, опять же, мы говорим о мире, мы говорим о созидании. Я думаю, что этот посыл достаточно, так скажем, правильно и хорошо воспринимается в Европейском Союзе, поскольку этот посыл, этот мысль находят отклики. И сегодня, опять же, страны Европейского Союза готовы выражать свою готовность, участвуют в процессе восстановления Нагорного Карабаха. Все это, опять же, помимо... Восстановление, Сергей Ильич, я прошу прощения, восстановление уже Карабахского региона Азербайджана полностью. Да, восстановление Карабахского региона Азербайджана. И это, безусловно, говорит о... не говорит, а сулит достаточно позитивные перспективы для Азербайджана, для наших партнеров, всех тех, кто выражает свою инициативу и выражает свое желание участвовать в этом процессе. Я думаю, именно с этой точки зрения открытие инфраструктуры, создание новых инфраструктур, прокладка транспортной инфраструктуры, железнодорожной линии. Сегодня Европейский Союз как раз в своем заявлении говорит о полной поддержке этого, говорит о всяческой поддержке и помощи именно в ускорении этих процессов. И сегодня, насколько серьезно подойдет Европейский Союз к вопросам ускорения мирного регулирования, мирного договора, восстановления мира между Азербайджаном и Арменией, я думаю, что именно от этого и зависят дальнейшие перспективы, успешные перспективы, успешность перспектив наших отношений и в целом региона. Уважаемая Ария, у меня к вам будет немножко такой интересный вопрос по отношению ко всем этим событиям, которые мы наблюдали последние два дня. Да, мы уже поговорили о том, как будет развиваться сотрудничество Европейского Союза со странами восточного партнерства. Но мне бы хотелось, чтобы вы акцентировали свое внимание на развитии отношений между самими странами восточного партнерства, потому что и глава Азербайджанского государства Альхам Алиев провел ряд достаточно важных встреч, на которых отмечалась важность развития двусторонних отношений. Несмотря на то, что, скажем, Беларусь не присутствовала на этом саммите, но мы знаем, что и у Азербайджана с Беларусью довольно хорошо налаженный диалог, общение по всем направлениям экономика, политика, военное партнерство. Так вот, на ваш взгляд, возможно, последние события в Брюсселе, такая политическая, дипломатическая повестка, она придаст и своего рода другой импульс на налаживание более тесных связей между самими странами восточного партнерства. Какая роль здесь отводится Азербайджану? Если не считать вот Армению, то здесь, мне кажется, большое внимание будет уделяться взаимным инвестициям, развитию инфраструктуры, а для Азербайджана, для нашего Карабахского региона это один из наиболее актуальных вопросов. Вы знаете, что восточное партнерство – это страны в основном бывшего постсоветского пространства, и на самом деле Азербайджан придает особое значение с постсоветскими странами, несмотря на то, что мы знаем, что существуют конфликты между некоторыми из них. До прошлого года у Азербайджана были эти конфликты. Был конфликт с Арменией, это было связано, прежде всего, с оккупацией азербайджанских территорий. И Азербайджан на самом деле старается, очень старается, я это вижу, проводить на самом деле многовекторную политику. То есть многовекторную, внешнюю политику, потому что, с одной стороны, мы прекрасно знаем, какая ситуация, скажем, в Украине, какие проблемы там существуют между Украиной и Россией, но в этой ситуации Азербайджан старается быть хорошим стратегическим партнером России и в то же время стратегическим партнером для Украины, потому что эти две страны играют очень важную роль в Центральной Европе, и представить Центральную Европу без Украины сегодня практически невозможно. Мы знаем, что Украина является одним из самых больших государств в Центральной Европе. В то же время, если мы возьмем встречу с президентом Молдовы, новоизбранным президентом Молдовы, Азербайджан всегда откровенным образом говорит о том, что Азербайджан уважает территориальную целостность государств и требует от этих же государств уважения к его территориальной целостности. Мы прекрасно помним, что были моменты в рамках Европейского Союза, когда говорили о территориальной целостности Грузии, говорили о территориальной целостности Молдовы и Украины, но Азербайджан старались не затрагивать. Сегодня именно благодаря мощи азербайджанского солдата и офицера, благодаря выверенной и правильной дипломатической работе президента, мы знаем, что президент Азербайджана прекрасно разбирается в лабиринте Южного Кавказа, в лабиринте Европейского Союза. С этой точки зрения, конечно же, Азербайджан очень заинтересован в сотрудничестве и с Россией, и с Украиной, и с Молдовой, и с Грузией, потому что Грузия является очень важной частью всего этого процесса интеграции Кавказа в Европейский Союз. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, я понимаю, насколько это Азербайджану нелегко дается, потому что надо быть достаточно хорошим дипломатом, чтобы в этой ситуации принять правильные решения и в отношении Украины, и в отношении России, потому что и в России, и в Украине, к сожалению, есть силы, которые навязывают двум братским народам ненужный конфликт. То, что, например, связано с Белоруссией, конечно, тоже могу сказать, что здесь президент Азербайджана проявил большое понимание и большую муть, сказав, что у нас с Белоруссией прекрасные отношения, мы прекрасно знаем о его личной дружбе президента Ильхама Алиева с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И в этой ситуации, конечно же, все в Европейском Союзе и в рамках вот этого восточного партнерства понимают, что работают только топором, что вот здесь плохо и здесь хорошо, невозможно, необходим. Для этого и есть дипломатия, для этого и есть компромиссные решения, чтобы понимать, что убрать с Европы Украину невозможно, и невозможно убрать Россию с Европы, потому что Россия – это часть Европы, большая часть Европы. Поэтому в этом смысле я думаю, что азербайджанский президент, да, азербайджанское руководство ведет совершенно правильную, многостороннюю и в то же время двустороннюю дипломатию, доказывая другим, что кроме многосторонней дипломатии, которая есть, есть и билатеральные отношения. В рамках этих билатеральных отношений Азербайджан иногда добивается намного больше, чем это делается на многостороннем углу. Давайте возьмем другой пример – сотрудничество Азербайджана с Европой. Италия является одним из первых торговых партнеров и хороших друзей Азербайджана в Европе. Азербайджан снабжает Италию полностью нефтью. И это говорит о том, что Азербайджан – это надежный энергетический партнер, в котором нуждается не только Италия, но и другие европейские страны. И Молдова, и Беларусь, и Грузия, и Украина, и Россия – все эти страны реально нуждаются в моральной и экономической поддержке Азербайджана. И Азербайджан, исходя из всего этого, не будем забывать, что Азербайджан был первой и единственной страной, который восстановил свою территориальную целостность в рамках своей территориальной целостности. Восстановил эти территории, сегодня занимается восстановлением Карабаха. Мы прекрасно знаем, в каком виде наши армянские соседи оставили эти территории, не оставив камня на камне, не оставив даже возможности установить азербайджанский флаг на этих территориях. Но время идет, как говорится, собака лает, караван идет, и караван реально идет, доказывая реально миру, что хотите мира, не хотите мира, мы все равно будем развивать эти проекты. Сегодня у Азербайджана самый главный проект – это восстановление Карабаха. Второй проект – это Зангизурский коридор, благодаря которому Азербайджан откроет свою линию на Хина-Нахичеван. И тем самым предоставит, самое парадоксальное, предоставит Армении возможность использовать территорию Азербайджана для контактов с Россией и Турцией. Вы знаете, что Турция уже назначила своего специального представителя. Этот представитель – это бывший посол Турции в Вашингтоне, человек опытный, опытный дипломат. Я думаю, что все эти шаги Турции в отношении Армении будут, конечно же, координироваться с Азербайджаном. Опять же, получается, что без Азербайджана ни одна страна, ни региональная держава, и обычная страна на Южном Кавказе не может ничего сделать без поддержки Азербайджана. – Уважаемая Мария, я благодарю Вас за интересный анализ ситуации. У нас не так много времени до конца эфира. Я хочу с Азербайджаном передать Вам слово, в частности. – Я просто извиняюсь перед тем, как Вы вопрос зададите. Хотел бы с Вашего разрешения, с разрешением нашего друга, там, Арегута, несколько предложений, добавку к тому вопросу, который Вы сказали. – Да у меня, в принципе, те же самые вопросы. Мы уже подытоживаем нашу дискуссию. – А, ну давайте, тогда я могу сказать. – Да, пожалуйста. – Вот насчет взаимоотношений между членами и восточным партнерством, до постсоветских стран, шестых стран. Правильно? – Уникальная ситуация, знаете, в чем заключается? – Уникальная ситуация заключается в том, что Азербайджан в этих рамках – единственная страна, которым может предложить как минимум две вещи. Это инвестиции. Из этих шести стран единственным экспортером инвестиций является Азербайджан. – Давайте сопоставим Армения, Грузия, Молдова, Украина. – Беларусь, да, наш друг, но мы знаем, что у них тоже с инвестициями не так уж и не так. – Потому что там важно, чтобы они выкладывали, экспортировали инвестиции, да, вкладывали. – Вот Азербайджан в этом плане является уникальной страной. – Это раз. – И во-вторых, еще другой момент. Азербайджан может дать свою посильную лепту на что-то обеспечение энергетической безопасности любого из этих стран. Вы помните, да, когда вот недавно, когда, ну, в прошлом месте, там, в прошлом месте, когда между Россией и Молдовой, там, возникли, опять же, газовый спор, там, вопрос по газовым вопросам, да. – Да, вы видите, да, в принципе, там, в Зорш, она тоже, там, в принципе, Молдова тоже обратилась к Азербайджану. – И третий, Азербайджан практически единственная из этих стран, которая предлагает всем добросоцедческие отношения. – А насчет того, что со стороны других стран, ну, давайте будем, чего греха таить, да, мы видели в разных ситуациях эти страны, некоторые из этих стран, если вы хорошо помните, даже несколько бывали моменты, когда на сессиях ПАСЭ даже страны из этого числа, вот этого восточного партнерства не поддерживали, там, в принципе, там, и критиковали Азербайджан, выступали какими-то, там, не знаю, там, претензиями, там, в адрес Азербайджана, в принципе, там, и необоснованными, там, в принципе, претензиями. Мы видели, разную бывало. Ну, естественно, сейчас отравлено то, что практически, я думаю, что вот эти страны тоже кое-что для себя уже там уразумели, и, в принципе, там, я буду рад очень, если вот отныне позиции всех этих шести стран, я даже Армении не исключаю, чтобы в этом плане, наконец-то, совпадут по принципиальным вопросам, когда будут, вернее, обсуждаться вопросы по тем или иным странам, чтобы мы не видели, чтобы мы не увидим больше вот такого там, раздрая, извините за выражение, во мнениях среди этих стран, вы понял, что, о чем я говорю, я говорю, вот, сессии пассе, это был, это наглядный пример был. И вот, в принципе, Азербайджан может предложить две основные вещи, я опять же говорю, пусть мне покажут хоть одну из этих стран, которые могут, являются экспортером инвестиций. Азербайджан в этом плане очень, не только надежный, и еще и выгодный партнер. Вот уникальность ситуации в чем состоит. И я поэтому думаю, что, когда вызывается вопрос, а вот двустороннее отношение между этими странами, вот как раз-то Азербайджан всегда, как раз-то я всегда, Азербайджан, я бы сказал, предлагал, не требовал, что. Да, в рамках международного права, с правовой точки зрения, все эти страны, ко всем им должен быть одинаковый подход, а вот на счет геополитического и экономического веса, уже тот дифференцированный подход должен быть. И с другой стороны, посмотрите, Азербайджан, имея эти преимущества перед всеми этими странами, никогда их с правовой точки зрения не ставить ниже себя. Вот о чем идет речь. Вот поэтому, я думаю, что уникальная ситуация состоит в этом. Совершенно верно. Во всяком случае, Азербайджан всегда видит в странах-партнерах именно взаимовыгодное партнерство, сотрудничество, что, я думаю, будет также преобладать. И мы очень надеемся, что Европейский Союз выберет эту стратегию по отношению к странам восточного партнерства. Уважаемые эксперты, я благодарю вас за активное участие в сегодняшнем выпуске. Наше эфирное время подходит к концу. Еще раз спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Нашим телезрителям в эфире телеканала СБС была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Яна Стасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорой встречи. Спасибо.